Мы начинаем нашу работу. Точнее, продолжаем нашу работу. Уважаемый господин Осумани, уважаемые главы региональных организаций, это убедительно свидетельствует о том, что Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придется считаться. Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, а теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем. Это практический шаг по существенной активизации работы. И мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранительными структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Мы заинтересованы и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях. Дорогие друзья, развиваем партнерство в военной и военно-технической области. Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств. По сторонней основе реализованы 11 российских гуманитарных акций.